Доброе утро! А вот здесь подумал, а может стоит провести денежную реформу? Ну смотрите, по большому счету мы к этому уже подходим. Ну, понятное дело, что 8 же курса не будет. Понятно, что сейчас хаос. Мы понимаем, что действительно ситуация такая очень интересная, запутанная. Плюс ко всему, ну, доллар это вообще что-то зашкаливает. А почему действительно не провести денежную реформу? Какие тут плюсы? Ну, во-первых, действительно можно изъять излишки наличной гривны и заодно прибавнуть валютным спекулянтом. Понимаете, тут денежная реформа в любом случае, что наш наличную гривну зацепляет и, соответственно, наличную валюту зацепит. Так что здесь действительно можно, если правильно так провести, сделать такую, ну, я бы не сказал конфискационную, но поставить такие условия, что надо будет как бы поменять. Понимаете как? А поменять-то будет, на чем нам братьки сложно? И сами подумайте, это действительно может быть момент, когда, можно сказать, ну, таким принуждением, это принуждение фактически. Но можно будет затянуть валюту обратно в авторскую систему. Потому что денежная реформа здесь работала. Плюс ко всему. Так как действительно, вот, ну, Крым, в общем-то, у нас забрали, плюс вот эти проблемы на Востоке. И время от времени поднимается вопрос, что там, а что это, ну, какие-то гривны осталось, что-то забрали, что-то передали. Вот действительно запустить новую, это отсечь, всякие там фальшивки, всякие, та гривна, которая исчезла, хранилища. Так как, вообще, внимание, такие случаи же были. Ну, сами понимаете, война есть война. Кто-то взял, украл и так дальше. И самое главное, действительно, тогда можно было бы, как бы, ну, сжать вот эти вот наши... Ну, вы понимаете, сейчас как? Взяли гривну, побежали, поменяли доллары. А если будет меньше? Никогда не думали, это не маловажная ситуация. Так что здесь, я думаю, в принципе, ну, если не сегодня, то завтра правительство про это подумает. По той просто причинники идут. Тем более, опять же, если мы исходим с точки зрения опыта тех же лактинских стран, там реформы как раз сделали. Был такой момент, в Бразилии делали деноминацию, меняли название, меняли... Было, ну, почему нам действительно не поменять, тем более, что сам предлог... Ну, если помните, в своё время, когда запускали даже копейка, дискуссировали, это русский, это русский, честно слово, копейка, копьё, копейка, это не украинское. Была идея назвать по-украинскому, действительно, немножко по-украинскому звучит. Гривна, да, это чисто такое, ну, опять же, подумать, может даже название поменять, дизайн... В любом случае, реформа могла бы на сегодняшний момент, что называется, начать с чистого листа. Прежде всего, реформа для этого делается. Начать с чистого листа. Так что, как сказать, всё может быть. Сейчас, в общем-то, любой вариант допускается, даже чисто листа. Продолжение следует... Продолжение следует...